всем привет друзья сейчас сыграем бой против кофайден куда к сожалению куда начал записи первый раз она у меня вылетела и пришлось запускать ее заново когда я запустил заново уже вылетела игра поэтому я сейчас пропущу наверное минуту может чуть больше и куча ресурсов у меня как видите да пропустил я минуту боя примерно и меня куча ресурсов штаб 3 лавила сейчас буду быстренько выходить в ягахама попытаюсь дальше уже попытаюсь что-нибудь ему сделать такой противник сложный начал играть зевс оградом последнее время когда он играет с оградом это всегда опасность город очень классно справляется с моими юнитами с хамелеоном например принудительным обстрелом когда обстреливает твою базу это довольно сложно точнее не базу армию под хамелеоном довольно сложно такой отбить потому что у града большой разброс он там накрывает сразу всю армию тут как повезет то есть если у тебя армия под хамелеоном расставлена не очень плотно там несколько танков например если повезет то град их почти не зацепит если не повезет он вообще там каждого танка цепь зацепить немного то есть тут отвезение зависит ты ничего не можешь этим сделать разброс града он такой противный но поступление ресурсами не хорошее поэтому я думаю что смогу его продавить в три завода по крайней мере надо попытаться это сделать пехотинец для разведки его поставил но он это этот куст он контролирует и вряд ли чего-нибудь разведаю приходит приходится разведывать койотом ну это такое потеря 70 70 ресурсов до 70 ресурсов стоит целых 70 ресурсов атаку терять на разведку это расточительно но лучше потерять 70 ресурсов и знать чем будет играть соперник чем делать рандомные войска в надежде что ты угадаешь это такое тоже крадами нам стреливает значит крадами он точно будет играть циклона у него очень мощные фуловые такие циклоны довольно противные юниты них сильная броня и поэтому с ними всегда очень сложно играть 61 брони по моему фулового циклона это практически как у броненосца или там молота то есть по сравнению со стрекозой это небо и земля на самом деле стрекоза 49 то есть сами понимаете циклон еще и маневренее так зев с оградом он играет поэтому в принципе можно с ним потягаться он когда поднялся на 22 ранг он начал играть намного мощнее и в плане прокачки у него много апгрейда открылась и опыта игры он набрался то есть сейчас он играет на порядок лучше чем-то месяц назад хотя и этого ему пока не хватает чтобы сражаться на равных то есть он он иногда выигрывает но в большинстве боев он конечно сливает там 23 рангом не вел дону там нас и 20 21 ранге с ним воюют и побеждают вот видите это называется везет пока что мой пехотинец пока в безопасности до него крат не достает меня просто поражает честно говоря мощность града у него восемь снарядов по сравнению с двумя снарядами мамонта то есть как бы да у него меньше дальности но восемь снарядов с таким разбросом это просто очень имбово но это мое мнение то есть я как бы можете плохо играть мамонтом но все-таки довольно сложно контр контрить зевсоград яга мамонта ну реально сложно кто бы там что не говорил сейчас главное собрать быстренько яга хама на фулку хамелеон это обязательно без хамелеона против зевсограда вообще ловить нечего у меня три завода на всякий случай дикобраз но это такая мера предосторожности внутри завода у него я не знаю сколько там чего поэтому надеюсь что я его переиграю по производству но это только предположение я не хочу сейчас тратить ресурсы на стрекозу еще чтобы разведать думу то есть я понимаю что будет играть зевсоградом и случае если он как бы наполовину кого сделает зевсограда наполовину кого он делает циклонов я в принципе думаю это замечу и успею заранее сделать диких и броников но я не думаю то есть когда он играет зевсоградом обычно он циклонов не делает он сразу же делает кучу зевсов и несколько градов если он делает циклонов делает их с первой минуты боя это так мои наблюдения за все бои которые с ним провел поэтому я рассчитываю что куда я куда он едет иногда юниты себя так странно ведут на самом деле то есть они ищут пути как бы оптимальная но и другие юниты им перегораживает дорогу и они начинают ездить непонятные точки непонятными маршрутами это очень раздражает часто ну на всякий случай поставлю по ваших ресурсов хватает и сейчас попытаюсь двумя отрядами его атаковать два отряда я думаю с двух сторон его можно развести зажать но только одно плохо я не разведал заранее где у него там еще находится но уже разведывать и не буду а вот тут он идет в разведку 4 пеха для разведки ну такая разведка я вам скажу разведка боем наверное он рассчитывал под вышками прорваться сейчас я на всякий случай выбор буст разведка техники он помогает при атаке чтобы заранее разложить агуаров и приготовить их бою с зевсами и вот я выезжаю тут у него уже армия у и у их а миллион давай же ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй картонный хамелеон просто ватный надо отступать срочно а вторая армия второй отряд точнее сейчас прорвется отсюда если будет такая возможность у него тут пехота у него стены у нас тянетостает какой хитрец Какой, однако, хитрец. Он разбил мою армию, которая шла сверху. Надо отступать и объехать вокруг холма, если получится. Если повезет, он отвлечется и вернется назад, тогда я успею накопить силы. Если не повезет, то обе моих армии будут разбиты, и это будет конец. Это будет конец, и такое вот глупое поражение, блин. Очень часто забываю делать разведку. Еду на обум, это проблема игры в топе. Играя в топе, ты очень часто расслабляешься, потому что у тебя хорошая прокачка, и как игрок ты деградируешь. Вот есть такой момент. Если сравнить мои игры год назад, и сейчас я постоянно играл на разведке, снайперовку по кустам расставлял. Ну, тут еще, кроме топа, надо еще заметить такой факт, что я раньше расставлял разведчиков, потому что мало кто использовал их. Мало кто использовал циклоны, чтобы полить. Не знаю, отобью, не отобью. Надо отвезти ягуаров. Вот, кстати, такая фишка с хамелеоном. Там отводишь ягуаров под хамелеоном, зевсы едут за ними, ты их стреляешь, плюс ягуар быстрее, он отъезжает чуть дальше, опять раскладываешься и добиваешь. Вот как сейчас он едет не туда, у меня ягуары снизу. И я его разбиваю. Да, я его разбил, мне это удалось. Но у него тут еще град. Тут однеград остались. Вот так вот я отбил его в целую армию. Бездарно слил, конечно, он ее. Ну, вот, голданул, конечно, но... Один золотой буст за весь бой. Это не такая большая цена, тем более против такого соперника. Так, насчет разведки. И раньше я использовал разведку в кустах, например, пехоту намного чаще. Ну, да, отчасти это потому, что я сейчас привык играть, что у меня хорошая прокачка, и на большинство соперников этого хватает. В этом, как бы, проблема игры в топе моей. И второй фактор. Сейчас очень многие игроки конфедерации летают по карте циклонами. От разведки по кустам, по сути, нет толка. Лучше время от времени проводить разведку. Как бы, стрекозами, например, или там, койотами. Ну, разведку проводить надо. Вот то, что я сделал сейчас, и потерял целый отряд из 15 юнитов, или сколько их там было, около 10-ти. Это ягуары, и там еще дикобраз, хамелеон. То есть, так делать нельзя. Вот в таких случаях разведка обязательная. Ну, тут, я думаю, я добиваю его базу. Думаю, проблем уже быть не должно. Он потерял почти все, что можно было потерять. Я сейчас просто его добью. Вот, как-то так. Ну, вот, надеюсь, этот бой станет для меня уроком, и для многих других игроков уроком, что за сопротивление и без разведки вот так вот идти, это очень плохая идея. Надо не забывать разведывать. Но, кроме этого, не стоит отчаиваться, если вашу армию разбили. Против Зевсов, ягуар плюс хамелеон, связка очень хорошо работает. Если бы у моего соперника был щит, это уже значительно усложнило бы ситуацию. А так, одни Зевсы едут на пролом в облако, и там сливаются. То есть, играть можно, если уводить танки, если не давать сопернику засветить, где твои танки находятся. То есть, можно отбивать даже много больше армии, чем твоя. Как-то так. Циклон, видите, он сражается до последнего. У него довольно мощный циклон. У циклона вообще мощный урон по ягуару. У фулоуа так тем более. Я не знаю, куда он там свои очки умений кидал. Вполне вероятно, что он их кидал как раз-таки на авиацию в том числе. Вот сейчас что-то у меня зависло. Конкретно так зависло, но ладно. Ну, в общем, базу его и разбил. Надеюсь, бой был интересным. Поэтому спасибо всем за просмотр. Буду заканчивать это видео. Всем пока.